Им будет предложено участвовать в коронационных мероприятиях столько, сколько им это понравится, утверждает королевский эксперт. Боже, храни королеву и пошли ей долголетие. Но, как известно, ее величество весьма немолода. Неудивительно, что в британских таблоидах все чаще всплывает тема коронации принца Чарльза и его супруги Камилы, герцогине Корнуольской, которая. После заявления королевы Елизаветы II в день ее 70-летия на престоле, 6 февраля нынешнего года, о том, что она искренне желает, чтобы Камила получила титул королевы-консорт, этот титул явно получит и будет короноваться вместе Чарльзом. При этом ряд экспертов утверждает, что на коронацию вопреки всем ожиданиям публики, принц Гарри и Меган Маркл будут не просто приглашены, они будут играть одну из ключевых ролей. Ведь после вошедствия Чарльза на престол, они станут сыном и невесткой монарха, несмотря на то, что сложили с себя королевские обязанности и переехали в США. В результате Гарри и его семье может быть предложено принять участие в коронации столько, сколько им понравится, и они обязательно будут на официальных фотографиях, посвященных этому событию, считает королевский комментатор Кристин Росс. Выступая в подкасте Royal US, она сказала. Разумеется, в центре этого исторического момента будут прямые наследники, Уильям и Джордж, в окружении своей семьи, но я предполагаю, что Чарльз пожелает, чтобы Гарри и Меган тоже были на этом мероприятии и на снимках. Кристин Росс продолжила. Нет оснований предполагать, что Сассексом откажут в приглашении на коронацию, Гарри станет участником этого события и Меган тоже, если захочет, конечно. Как уже говорилось выше, принц Чарльз и его супруга Камилла будут коронованы вместе. Однако известно, что Чарльз решил провести церемонию куда более скромно, по сравнению с тем, как была коронована его мать, королева Елизавета II. Тогда, в 1953 году, когда Ее Величество уже 16 месяцев находилось на троне, в Вестминстерском аббатстве, где проходила церемония коронации, присутствовало более 8 тысяч приглашенных. А сама церемония коронации королевы была первой, которая транслировалась по телевидению, с помощью камер BBC, установленных внутри аббатства. Мне очень понравились слова Кристин Росс о присутствии Меган на коронации, если захочет, конечно. Как думаете, может Меган не захотеть? Обсудим в комментариях. Как уже всем широко известно, принц Гарри вместе с Кузиной принцессой Евгении, побывавшей с визитом в США, посетили суперкубок по американскому футболу. Про принца уже в связи с этим написано очень много. И то, что он выглядел стопроцентным, но почему-то несчастным американцем, и про то, что он похудел и отяжелел одновременно, и про то, что его жидковатая до последнего времени шевелюра вдруг обрела внезапную пышность. Более того, явно скучавшего на матче принца, похвалили за мудрый шаг, ведь он своим посещением стадиона в день суперкубка по американскому футболу уважил жителей США, которые этот вид спорта очень любят. Американский пиар-эксперт и комментатор Эрик Шифер сообщил изданию Daily Star, решение посетить суперкубок холодный рассчитанный политический шаг, чтобы быть на одной волне с американцами, обожающими этот вид спорта. Это было мудро. Временами принц Гарри выглядел несколько несчастным, видимо, американский футбол все же не его любимый вид спорта. Но я думаю, что со стороны Гарри это был уважительный кивок жителям США, а также демонстрация среднего пальца тем, кто не видит в нем настоящего американца. Он постарался показать, что теперь тесно связан со своими соседями по эту сторону пруда. Однако не обошлось и без конфуза. Американская певица Микки Гайтон в своем инстаграм рассказала о встрече с принцем Гарри на суперкубке, Микки пела национальный гимн США и призналась, что он был настолько прекрасен, что я хоть и была в спортивном костюме, не удержалась и сделала ему реверанс. Но чуть позже Микки дополнила свою историю, рассказав Entertainment Tonight, что прибыла на суперкубок вместе с родителями. Пока она пела национальный гимн США, ее родители уже расположились в зрительской ложе рядом с принцем Гарри и принцессой Евгенией. Они обратили внимание на Гарри, но подумали, что он не настоящий принц, а его двойник, и попросили разрешения сфотографироваться с ним. Лишь сама Микки, прибежавшая в VIP-ложу после выступления, объяснила папе и маме, как глубоко они заблуждаются. В интервью она описывала это весьма эмоционально, это было сумасшествие. Мои родители на самом деле встретили его первыми, сделали селфи с ним, спросив при этом, чувак, тебе кто-нибудь уже говорил, что ты выглядишь совсем как принц Гарри. Он снял головной убор, чтобы показать свои волосы, но родители так и не поняли, что это действительно он. Пока я не пришла к ним в ложу и не объяснила, что к чему, что это настоящий принц Гарри. Сумасшедший неловкий момент. По-моему, Гарри тоже был смущен ситуацией. Ну просто голос разума на фоне ажиотажа в британской прессе и обществе по поводу ситуации с принцем Эндрю. Королевский эксперт Ричард Хиллгроув призывает герцога Йоркского успокоиться и уверяет, что все скоро придет в норму, ведь иск Вирджинии Джуфри. Который принцу пришлось уладить за существенный взнос в благотворительный фонд Вирджинии, всего лишь спланированная кампания по очернению королевской семьи. Королевский комментатор Ричард Хиллгроув выступил на следующий день после того, как детали сделки между принцем Эндрю и Вирджинией Джуфри были подтверждены обеими сторонами, оставив без ответа вопрос о том, из каких источников она будет финансироваться. Тем не менее Гэн Хиллгроув, консультант по связям с общественностью, который работал с Чарльзом Саачи, Джулианом Ассанджем, Эмбер Хёрд, Роуз МакГоуэн и королевской дамой Вивьен Веству. Уверенно предсказывает, что принц Эндрю постепенно вернется на утраченные после скандала позиции в течение года платинового юбилея его матери, королевы Елизаветы II. Он объяснил, принц Эндрю придет в норму, поскольку эра Гэн Хиллгроув предположил, королева теперь поможет финансировать урегулирование в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы предотвратить неловкое судебное разбирательство. Следующим из блоков в рамках этой кампании, нацеленной на попытки нанести как можно больше ущерб бренду фирмы, будет скоординированная книга принца Гарри в американском стиле. Но непрекращающиеся нападения на британскую королевскую семью не оставляют даже царапины на их доспехах. То, что когда-то оставляло людей в шоке и трепете, теперь едва ли вызывает мелкую дрожь. Он добавил, сегодняшние первые страницы газет о принце Эндрю Армагеддоне королевской семьи завтра станут туалетной бумагой. У общественности сейчас уже выработался стойкий иммунитет к грязным пиар-компаниям. Принц Эндрю неизбежно найдет себе новую официальную неофициальную роль, как только пыль немного уляжется. В конце концов он мастерски справлялся со своим неофициальным, но тем не менее королевским представительством в Содружестве по делам торговли и предпринимательства. Королевские особые теперь также любимы, как и всегда. Хорошо финансируемые скоординированные атаки с другой стороны пруда не достигают своей цели. Итак, стало известно, что дело по иску Вирджинии Джуфри к принцу Эндрю будет улажено в течение ближайших 30 дней. Сумму отступных, которые принц Эндрю намерен перечислить фонду Джуфри, который поддерживает ночных бабочек, вышедших в тираж, оказывает помощь жертвам на Кюлуе, никто, конечно, не назовет. СМИ пишут о 12 миллионах фунтов стерлингов. Тут бабочки жертвы на Кюлуе рассыпаются в комплиментах в адрес Вирджинии Джуфри и аплодируют-аплодируют. Закончили аплодировать. С добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Сейчас в ситуации с принцем Эндрю в британских СМИ не покопался только ленивый или брезгливый. Вот и английская радикальная феминистка, писатель и соучредитель правозащитной группы «Справедливость для женщин» Джули Бендел, став гостем ГБ Ньюс решила порадовать всех сенсацией. Заявив, что раз принц Эндрю решил таки, перед платиновым юбилеем королевы Елизаветы II, откупиться от Вирджинии, то есть что-то, что он может хотеть скрыть. Она считает, что герцог пытается помешать распространению дополнительной информации для общественности. Есть различные причины, по которым вы можете не захотеть судебного разбирательства по делу о клевете. Например, расходы ужасны. Я не думаю, что этот барьер будет мешать кому-то столь же богатому, как принц Эндрю, но есть и другие проблемы, которых вы хотели бы избежать, которые являются доказательствами каких-то еще фактов. Конечно, я не выдвигаю никаких предположений, поскольку мы не знаем, являются ли обвинения в адрес принца Эндрю обоснованными или нет. Гэжа Бендел продолжила. Но мы точно знаем, что они дружили с Эпштейном, нередко проводили время вместе, и если бы принц Эндрю предстал перед судом, ему бы пришлось рассказать, чем они занимались. Так что я думаю, есть что-то, что принц Эндрю захочет скрыть, я имею в виду нечто большее, чем уже предъявленные ему обвинения. Я говорю о тех сведениях, которыми может обладать Вирджиния, которые являются чрезвычайно смущающими и могут быть не просто неловкими, но убойств. Венному. Я понимаю, что английской радикальной феминистке, писательнице и соучредителю правозащитной группы «Справедливость для женщин» Джули Бендел хочется свою долю внимания на фоне хайпа вокруг принца Эндрю. Но о чем еще может рассказать Вирджиния? О том, что принц Эндрю действительно может вспотеть.